первый плюс этих дверей это их красота они очень минималистичны и поэтому сочетаются как с вентиляции как с теневым профилем так и с трековым освещением такие двери выглядят стильно и вписываются в интерьер в стиле минимализм ну просто идеально двери-невидимки могут быть под самый потолок а также могут быть вплотную к стене если место ограничено такое невозможно осуществить вместе с дверьми которых есть наличники дверьми скрытого монтажа можно разделить общественную зону и личную например спальню мы устанавливаем двери-невидимки а в гостиную распашные классические двери и это добавляет интимности помещению и обозначает что эта комната неприкасаема следующий плюс это то что эти двери сливаются со стеной и не вносит визуальных помех и не портит идею дизайнера сделать интерьер минималистичным супер решение когда в одном месте сходится много дверей и вот чем их больше тем они больше ребят в глазах вот на примере этого помещения может быть вы это сильно не ощутите но вы сможете заметить разницу когда мы перенесемся сейчас на другой объект вот обратите внимание как эти три двери минималистично смотрятся в интерьере и не создают визуального шума в одном небольшом месте следующий плюс двери невидимок то что визуально пространство становится больше вот если бы у нас здесь были наличники то у нас было помещение более загроможденное но у нас наличников нет у нас есть современные двери-невидимки двери скрытого монтажа могут быть любого размера изготавливаются на заказ и вот к примеру на этом объекте двери вообще отделана зеркалом а также стояла задача в узкий проем писать дверь и туда вывозила только дверь невидимка что мы собственно говоря и реализовали следующий плюс это то что дверь невидимки могут быть отделаны вот прям цвет отделки стен здесь у нас будет шпон дверь шпонированная все очень сочетается минималистично в другой комнате у нас стена крашеная и дверь у нас крашеная в один тонн можно на эти двери нанесить текстуру точно такую которую вы наложили вот сюда здесь у нас декоративная штукатурка и здесь тоже она повторяется по сути это то же самое что покраска но только это уже рельеф который вы накладываете на стену и на своему дверь несмотря на свою красоту великолепия и эстетичность эти двери скрывают себе минусы и первый из них это дороговизна так монтажники приезжают несколько раз на объект сначала первый раз потом в ходе ремонтных работ строители уже непосредственно закрывают все технические примыкания по периметру гипсокартоном либо штукатурным раствором что это тоже сказывается на соответственно на цене так вот первый минус это дороговизна дорога монтаже так и самого материала второй минус это сроки ремонта технологии установки этих дверей тянет за собой соответственно другой плинтус и в совокупности что двери что плинтус увеличивают срок ремонта вот на полтора два месяца по плинтусу работы доходят до 14 операций в отличие от привычного классического плинтуса соответственно все это сказывается на скорости ремонта третий минус который вам сейчас покажу это ребята красота красота требует жертв вот посмотрите сюда это же на самом деле прекрасно прекрасно минималистичная дверь черная краска но к сожалению к сожалению марка марки двери что белая краска что черная оставляет следы и вот посмотрите здесь темный цвет и вот мы сюда вот так вот хоп и проводим пальчиком с чистым пальчиком посмотрите что остается и получается вот это вот проблема будет преследовать клиенты на протяжении всей жизни соответственно этих дверей этой покраски соответственно такая же проблема с цветными уже другими цветами только меньше там заметно но черный цвет как известно он очень марки также кабин прекрасные двери но минус 4 это не прощение ошибок такие двери не вообще они не прощают ошибок если на производстве что-то не так выпилили а такое бывает вы давайте посмотрим сюда здесь у нас ответная часть под замок да на коробке у нас есть соответственно под язычок вход и вот с этими местами были не раз проблемы когда местом дверей один размер у коробки другой и на финале это обнаруживается и вот тогда переделка этих дверей она стоит полтора месяца да да не удивляйтесь друзья пятый минус это нужно подгонять пол под эти двери вот давайте посмотрим в классические двери устанавливаются на финале и ставятся на пол а здесь уже все наоборот здесь на пол надо подгонять под эти двери и это достаточно трудоемкая операция которая тянет за собой на сроки и деньги поэтому это был минус 5 шестой минус это защита этих дверей так вообще все это устанавливается достаточно рано даже не двери а сами коробки то коробки должны быть целые до конца ремонта особенно черные крашеные какие-то такие чтобы их не ударили не повредили и вот эти двери когда здесь не двери точнее двери не было когда коробки стояли здесь все было закрыто пенополистиролом и соответственно двери смогли дожить коробки точнее до конца ремонта но вот здесь я все-таки увидел в одном месте небольшое повреждение пройти внимание насколько здесь близко подходит дверная коробка к самой двери и она по сути съедает краску снизу мы видим большой зазор пошли выше от зазора вообще нету и вот она краску при выжирает поэтому подкрасить мы покрасим и все будет получше чем могло бы быть зачастую бывает так что производители привозят прям двери на черновой стадии установили коробки и оставили двери на объекте и что происходит вот когда вот у вас много дверей а сейчас вы увидите лишь их часть да вот здесь дверь там дверь там дверь вот здесь следующая дверь то такое количество дверей хранить объекте просто невозможно и поэтому это минус когда двери оставил производитель на объекте и самая верная рекомендация данном случае чтобы производитель хранил у себя их на складе до момента чистовой навески как это было вот здесь на объекте нас коробки были установлены а потом на финале приехали вот эти самые двери как ни странно но эти двери не приезжают готовы они приезжают недоделанные как ни странно вот эти двери надо красить то есть в классическом варианте двери у нас соответственно уже все готовы бери устанавливай а эти двери надо еще доводить напильником так вот это минус был номер 8 друзья следующий минус этих дверей и девятый по счету это то что вот эти коробки вот эти коробки все их устанавливают на черновой стадии и вот соответственно когда у вас такое количество вот этих вот коробок их все ну во первых закрывают до второе это на протяжении всего ремонта а это много месяцев то есть это зачастую год вот строители которые ходят с всякими вещами но грубо говоря они могут их реально повредить то есть и получается особое внимание к этим коробкам и соответственно она жирает соответственно время ну и следующий минус это то что эти двери могут быть использованы только с плинтусом невидимкой вот обратите внимание сюда вот он здесь установлен выглядит конечно круто но идут именно технические осложнения если вы вот этот плинтус не используете а используйте конец классический тогда у вас просто двери идут на излом при открывании дверей в этой области будет плинтус ломать потому что ну эти двери предусмотрены вот под плинтус невидимку а это соответственно тянет за собой как деньги так и скорость соответственно работы уменьшается то есть цикл растягивается это был следующий минус двери невидимок ну и последний 11 минус это то что это двери не невидимки знаете почему потому что у них вот такие откосы вот такие вот выпирающие соответственно массивные вещи с обратной стороны с той стороны где они не невидимки кому было интересно ставьте лайки задавайте вопросы подписывайтесь на канал всем пока